Соглашение о глубоком зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом является чрезвычайно выгодным для Украины и для украинского общества по меньшей мере по трем основным параметрам. Первый параметр украинские производители получают доступ без импортных пошлин, без пошлинный доступ на рынок, который составляет приблизительно 500 миллионов человек. Это очень большой рынок для украинских производителей, с одной стороны, с другой стороны, это не просто большой рынок, это рынок, где существует достаточно высокий уровень покупательной способности. Второй момент, упразднение различного рода барьеров на импортные товары из Европейского Союза дает возможность украинским потребителям расширить ассортимент потребляемых товаров, еще раз хочу сказать, высококачественных достаточно товаров. Естественно, это ведет повышение благосостояния, но очень важно то, что снятие импортных пошлин, например, с товаров инвестиционного назначения является очень важным источником получения новых технологий и модернизации украинской промышленности. Украинская промышленность на сегодняшний день является достаточно неэффективной. Большинство украинских предприятий, это предприятия, которые мы унаследовали от Советского Союза и понятно, что технологические процессы, которые там используются, они требуют серьезных изменений. И по моему глубокому убеждению, без иностранных инвестиций, без иностранного оборудования, без иностранных технологий и опыта управления большими инвестиционными проектами, предприятиями Украина просто не сможет быстро и эффективно модернизировать свою промышленную базу. Ну и наконец, третий момент, сотрудничество с Европейским Союзом даст возможность не только свободно двигаться товаром, но это будет и либерализация услуг, и либерализация движения капиталов. И что очень важно для Украины, это интеграция в украинское законодательство целого ряда законодательных норм Европейского Союза, норм, которые регулируют этот рынок. Для нас это очень важно, потому что не секрет, что Украина по многим показателям качества регуляторной среды отстает. И таким образом, имплементация европейских норм, это с одной стороны стимул для внутренних реформ, а с другой стороны, это в общем-то создание более или менее равных условий для украинских производителей, если они будут работать по европейским нормам и их, так сказать, европейских конкурентов. Вот, с моей точки зрения, три таких, так сказать, фактора говорят о том, что зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, это не просто какое-то такое рядовое техническое соглашение, это важный фактор модернизации экономической политики, регуляторной среды и промышленной базы страны. Если речь идет о членстве в таможенном союзе, то членство в таможенном союзе несовместимо с зоной свободной торговли с Европейским Союзом. По одной простой причине, потому что в таможенном союзе все страны проводят общую таможенную политику. Общая таможенная политика — это общий таможенный тариф, который идет, так сказать, по таможенным границам этого объединения. В этом плане, естественно, Украина не может быть в таможенном союзе и проводить такую, так сказать, согласованную политику, и иметь, скажем, свободную торговлю с отдельными странами. Поэтому мы потеряем не только, скажем, перспективы, например, создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом, но мы потеряем ряд соглашений о свободной торговле, которые мы уже имеем. Кроме стран, скажем, СНГ, Украина имеет соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли. Это относительно небольшое объединение, но, так сказать, оно автоматически будет аннулировано, если мы станем членами таможенного союза. То есть в этом плане действительно два таких варианта сотрудничества, они являются взаимоисключающими. Но, с другой стороны, если речь идет о том, чтобы сохранить экономические контакты, их приумножить, то на сегодняшний день мы можем использовать потенциал свободной торговли и со странами таможенного союза, и будущий потенциал свободной торговли со странами Европейского Союза. Существует большое количество стран в мире, которые имеют несколько, даже десятков соглашений о свободной торговле. Примером может быть Китай, примером может быть, например, Чили, который имеет примерно, так сказать, 18 соглашений о свободной торговле с разными и объединениями, и отдельными странами. И в этом, так сказать, режиме, естественно, мы можем реализовать свои экономические интересы.